здравствуйте дорогие друзья с вами казаку фэмили и сегодня у нас даже не прохождение сказать вкратце обзор первого эпизода такой венки как project восток или посток ну по-английски в общем игра довольно необычная для русского проекта поэтому в принципе тут есть достижения музыка это понятно фоны есть красивые тут много необычных конечно фонов вот этот очень прикольно нарисовка тут такая ну я бы сказал художественная вот ну и cj файлы прикольные там про детство туда-сюда в общем в общем если говорить про сюжет он как бы сказать он про людей которые попали в неприятную ситуацию сначала там нам рассказывать про лог там про дядьку про людей которые там пещере сейчас найдут кое-какую фига тень музыка тут довольно необычная для такой русской новеллы рисовка необычная вот но тут получается придет мужик из может быть будущего я не знаю нам покажут покажут этот бункер где мы к этому бункеру вернемся вот так что принципе главное нам узнать сейчас что что наши герои будут лететь на самолете и самолет по моему поддержит этот как сказать крушение да они уже получается вроде как ищут самолет вот обрушены как в фильме знаете аля остаться в живых кстати вот этот персонаж слева он не очень шерлока напоминает в аниме стиле не знаю почему остальные персонажи они такие примитивные кто-то там бородатый кто-то обыкновенный но музыка тут с рисовкой очень приятные не знаю но мне понравилось тут очень быстро проходят главы вот нам рассказывает историю по моему кира почему она попала к следователю грубо говоря да сейчас мы это тоже все промотаем вот у нас новый персонаж тоня по моему и потом нам скажут как этого парня зовут вот одиночек какой-то но тот прикол в том что тут можно сделать так чтобы в первом эпизоде кто-то не умер но в конце все равно будет финал который нельзя пропустить но я не буду по-другому как то чтобы был финал вот глава 3 уже быстро очень главы проходят вот тут можно выбрать любого персонажа с кем допустим точнее кому помочь тут выборы есть тут я так понимаю по очереди всем помогать я уже просто как сказать не помню по моему да вот музыка тут меняется но фона тут грубо говоря очень такие похожи естественно тут терки будут происходить между персонажами вот это уже какой-то приют показывают каждый каждое прошлое наших героев видимо вот это может быть видите хрен его знает вот быстро очень главы проходят ну конечно когда будешь читать будешь пытаться вникать но я не знаю для русской новеллы кто-то может сказать что слишком примитивно но на самом деле тут понимаете как интерактивная книга комиксы там интерактивная книга я не знаю почему господи я уже говорю быстро как эти субтитры я должны пытаться кого-то помочь глава какая-то там ник короче в чем суть понимаете если сюжет интересный то тебе интересно читать но визуальные новеллы не все могут понять потому что люди привыкли слушать либо аудиокниги а это значит озвучивать субтитры у меня есть еще одна причина по которой вот он тут на уроке будет рассказывать эволюцию правды марк вот жалко что не этот не широк так вот в общем в чем суть если бы это аудио книга была бы может быть было бы интересно ну для кого-то но озвучивать субтитры я не хочу не в том плане что мне лень я просто понимаю что некоторым людям смотреть вот именно вот на такую первую главу визуалки так еще и озвучивать я буду я во первых как бы но нет у меня желания записывать полностью игру я не знаю какую концовку я бы вышел на записи хотя я открыл все концовки вот я просто что хочу сказать этим обзором что игра в принципе стоит своих ну как не то что денег она бесплатная в стиме да она стоит своего времени и ждать второй эпизод в принципе хочется но он очень долго что-то выходит это уже траблы разработчиков до так настоящего ружья я имею ввиду что обзор игры довольно у меня интересные потому что по первой главе уже можно сказать что проект стоит своих как сказать трат времени поэтому в принципе если интересно чем закончится эта история до мне пофиг пропустить игру а набрав можно даже так ну ладно окей давай набрав и вот стоит своего времени то есть если вы допустим хотите посмотреть такую интересную историю как типа виде интерактивной книги но можно сказать давайте назовем современном двадцать первом веке типа интерактивный комикс с выборами вот ну давайте эту сцену опустим но скорее всего сцена будет 18 плюс если мы сдадимся он насильственные действия вася хочет сделать а я не хочу говоря цензуру вот что я хочу сказать про новеллу она стоит своего времени рисовка приятная музыка интересная вот но если вы хотите прям как сказать прям крутую новеллу то вы можете дождаться всех эпизодов этой новеллы не проходить чтобы у вас не было как цитатильного желания пройти вторую главу что же дальше это опять же ожидание но но я пишу этот обзор в стиме и прикладываю видео к стиму вот это именно для того чтобы вы включили видео и поняли что из чего состоит игра как она выглядит как играется какое меню и так далее вот но какой вердикт я могу сказать именно по первой главе такой вот хороший знаете среднячок который проходится там часа четыре может быть тире пять ну думаю где то часа четыре наверное это в принципе знаете неплохое прохождение четырехчасовой новеллы я имею ввиду может быть со всеми концовками вот ребята постарались ребята сделали ребята молодцы но для русских разработчиков они конечно ну как сказать превзошли сами себя довольно вот круто и интересно вот я хочу в галерее найти для вас фон самолета и на этом наверное закончить ну свои слова впечатления но я не знаю тут почему-то у меня не особо получается да ну давайте закончим на этой картинке в общем игру рекомендую к просмотру в стиме потому что есть возможность ее скачать она тоже будет в принципе в описании скорее всего и видео и стима обзора вот а ну в обзоре стим не будет конечно она и так понятно что она там высветится что это обзор проекту восток вот это будет только в ютубе вот я понимаю что я сказал много лишних слов я просто как сказать хотел быстро показать вам что и как не хотел знаете вот это раз усоливать вот я просто свои первые впечатления уже не не припоминаю я знаю что мне сложно было проходить какую-то там мини игру прийти к концовке истинной плохой нейтральной все это была такая знаете мутата тратата вот но по крайней мере было интересно играть в эту игру вот и вам в принципе искренне советую ее не пропустить вот этот данный интересный проект русский проект потому что вот еще такой скажу вердикт какие хорошие русские новеллы ну и не только русские новеллы я встречал да это новелла бесконечное лето естественно от русских разработчиков неплохая уже такая средне неплохая новелла любовь деньги рок-н-ролл которая оказалась провальная потому что ее ждали гребаных сколько там лет шесть или семь это вообще кошмар вот а вот эта новелла она она стоит рядышком с бесконечным летом есть еще одна новелла которую я хочу тоже в принципе записать первые впечатления на своем канале потому что я являюсь ценителем венок визуальных новеллок потому что я люблю культуру японии и то как русские разработчики пытаются сделать визуальные новеллы под свой русский этот стиль как говорится да вот а всем чего могу пожелать это приятного чтения данной новеллы за какие-то там 4-3 часа всем спасибо за внимание что меня послушали с вами был казоку фэмили ребятушки не забывайте делать комментарии и лайки к обзору к данному видео это очень хорошо помогает каналу если кто-то хочет донатить или на печенюшку дать тоже присутствует описание донатиков на печеньки и так далее вот я стараюсь сделать не только свою работу как ютубера для своего канала но я еще пытаюсь поддерживать других ребят которые тоже делают интересный клевый контент мы с ними общаемся там дружим пытаемся как заводить какие-то очень полезные там партнерские связи и просто там дружеские связи там с ребятами которые тоже хотят чтобы их увидели заметили и так далее знаете ребят youtube это очень хорошая платформа для общения и для вот таких вот творческих людей которые делают там ну подобные вещи как я там как феникс там семён там другие люди девочки тоже там юля делает еще там моя вторая знакомая вайрус делает тоже классные видео она она витуберша тоже классный роль аниме персонажа исполняет и проходит разные игры в общем все ребятушки молодцы я всем желаю только как говорится счастья здоровья и всего только самого лучшего в их как сказать ютуберской работе и александру чайкину тоже желаю он тоже классный делает а мы в видео аниме music видео я тоже хочу потом его работы показать вам на своем даже канале потому что он меня вдохновил там на некоторые творческие вещи в общем ладно очень многое говорю в принципе всем до скорого всем всего хорошего и наилучшего с вами был казуков family ребятушки всем до скорого всем удачи всем пока 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 и